Итак, картошку с морковкой вот так вот в рукаве я запекаю в духовке, значит где-то 200 градусов на 40 минут где-то хватит. Можно в фольге по одному запекать, как хотите, только вот в кожуре, кожуру не снимаем. Так, приготовились наша картошка и морковка, теперь дала немного остыть, чтобы можно было почистить. Вот так вот легко все счищается. Так, почищу, вам покажу. Все легко очень счищается. Вот так вот. Почищу, покажу. Куриная грудка. Добавляем немножко соли слегка, чтобы она не была пресной. Слегка черного перца. Это потом в салат тоже будем добавлять, просто сейчас, чтобы вот именно мясо было такое вкусное. И куркуму для аромата и цвета. Вот так вот все перемешиваем. Добавляем в сковородку совсем мало сливочного масла. Вот так вот добавляем сюда нашу грудку. Теперь на среднем огне слегка, знаете как, тушим, слегка обжариваем, не до корочки. Когда вот пустит сок, когда сок выпарится и уже будет масло на дне, вот тогда уже хватит. Это делайте очень быстро на самом деле. Все, пустил сок, открываем крышку. И теперь чуть-чуть. Вот так вот. Можете попробовать по готовности, но у меня уже все. Я выключаю. Заняло это у меня 7 минут ровно. Очень быстро все делается. Все, чуть-чуть она затостынет, пока я нарезу, буду нарезать овощи. Так, морковь нарезаем кубиками. Здесь у меня 400 грамм моркови. Картошка. Тоже кубиками. Картошка у меня здесь 300 грамм. Больше не надо. Вот я вам не советую больше, делаю меньше. Во-первых, она утяжеляет салат. Во-вторых, чувствуется, что одна только картошка во рту. Вот если рыбный салат, еще ладно, рыба любит картошку. Но вот остальные, если овощной, если там есть мясо какое-то, то точно не надо. У меня здесь 300 грамм на 400 грамм моркови. Отварные яйца 6 штук. Из них всего 2 желтка, остальные только белок. Опять же, желток я много не люблю, потому что он тоже утяжеляет салат. И он, ну, быстро портится от него салат. И запах меняется. Поэтому в некоторых салатах я вообще иногда не добавляю желток. Здесь добавила 2 из 6. 200 грамм соленых огурцов. Именно соленых. Еще, когда вы нарезаете, вот эта водичка, которая на дощечке, ее выливать не надо. Бумажным полотенцем надо вот так вот, как бы, собрать всю лишнюю воду, жидкость, чтобы она сюда не стекла. Маринованные огурцы я не советую, потому что они в уксусе. А уксус в салате портится. Салат очень быстро. Поэтому желательно, если будете покупать, то покупайте бочковые огурцы. Эти огурцы я сама солила. Бочковой вариант огурцов у меня есть на канале. В общем, 200 грамм соленых огурцов. Итак, 2 длинных огурца. Это у меня получилось 250 грамм огурцов. 250 я считаю без сердцевины. Вот сердцевину я снимаю. Не прям всю счищаю, конечно, но большую часть убираю, потому что вот это вот, потом выделяется жидкость. Такие вот мелкие лайфхаки, хочу вам сказать. Вот, это вот если убрать, то жидкость сильно не будет. В общем, 250 грамм огурцов. Добавляем нашу грудку. Вот так вот я его нарезала на мелкие кубики. Здесь у меня две половинки грудки. Получилось 250 грамм вот так вот горошек. У меня здесь одна банка горошка. Сейчас точно скажу вам, сколько. На банке написано 400 грамм. Я его промыла, чтобы стекла вода. И обязательно фасоль, горошек всегда промыла. Зеленый лук. Только вот белую часть. Видите, вот слегка есть. Кончик, конечно, зеленый, но не весь. Здесь 50 грамм. Сейчас нарежу. Нарезала, добавила. Я не успела заснять. Кинза и укроп по 20 грамм я добавила. Можно без кинзы, но укроп обязательно. Кинза я просто очень люблю, поэтому ее везде добавляю. Соль буду в конце добавлять, смотреть. Поэтому черный молотый перец сейчас добавлю. Пол чайной ложки. И хорошенько все надо перемешать перед тем, как добавить майонез. Просто после майонеза не всегда хорошо перемешиваются овощи. Нужно сначала перемешать хорошенько. Вот эти, которые слиплись. В таком варианте столичный салат, или оливье, кто как любит его называть, мы называем столичный. Вот, очень вкусно получается. Я не люблю колбасу, на самом деле, в оливье. Колбаса, мне кажется, совсем другой вкус придает. Вот именно грудка в таком варианте, она совсем по-другому. Ну, на вкус совсем другой. Очень вкусно получается. И так, все перемешали. Теперь еще один лайфхак. Если вы, вот этот весь тазик, допустим, не будете сразу кушать, то сразу везде майонезом мазать не надо. Берем баночку любую. Собираночку. Оставляем столько, сколько вы, допустим, в этот вечер, Обычно в новогодний вечер, вот, все делайте в майонезе, потом очень быстро портится. Вот так вот собрали. Закрываем крышку и кладем в холодильник. Остальное уже смазываем майонезом. А то, что в баночке, можете через день или два смазать майонезом и будет как свеженький. Так, вот такая красота у нас получилась. А вот это вот у нас пойдет в холодильник. Это съедим на следующий день или через день. Этот смажем майонезом и будет как свеженький. Итак, хочу напомнить про мои лайфхаки, вот, именно с этим салатом. Значит, овощи мы запекли в духовке. Дальше. Вместо маринованного берите бочковой вариант соленые огурцы. Жидкость, которая при нарезке собирается на дощечку, не выливайте в салат. Его с бумажной салфеткой просто соберите. Также со свежим огурцом серединку я убираю. Еще какой лайфхак. Горошек смываем, даем стечь хорошенько воде, чтобы эта водичка, в которой находится горошек, не портил салат. Берем лук зеленый, но только белую часть, потому что зеленая часть сильно смягчается в салате, когда остается. Вот, что еще? А, и вместо колбасы берите грудку. И грудку, если вы будете обычно отваривать просто в воде, потушите ее в масле. Посмотрите, как вкусно получится салат. Не просто вот сухая грудка, а именно вот тушеная. Она получается более сочная, более вкусная. Вот. И последний лайфхак, это с майонезом. Майонез обязательно, не сразу добавьте столько майонеза к салату, сколько салата вы съедите. Остальное соберите, это самое, в баночку. Вот и все. Очень вкусный салат. Дети очень любят этот салат. Надеюсь, и вам понравится. Ну, а у меня все. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok